Ну, буквально с первого раунда нужно браться за своих соперников. Да, уж действительно, начало очень непредсказуемое. Ну и, конечно, Талисман, как мы называли команду Endewower, в самом ключевом раунде сделал два фрага и вытащил клатч. Да, вот как раз вот те самые два фрага, которые просто необходимы команде. Так, за руки взялись ребята, единый целый коллектив. Молодцы, я такого еще не видел. Да, действительно, морально видно, что все-таки на должном уровне. Да, проиграли первую половину, но счет абсолютно рабочий. 5-3. Да ладно. Ну, может быть, для них, да. Если Индонезия взяла в атаке 5, почему Таиланд не может взять в атаке 5? Ладно, я с тобой полностью согласен. Что же, начинается вторая половина. Удачи командам. Ну что, поехали дальше. Посмотрим, что приготовил Реалити и его парни. Ну, наверное, как всегда, какой-нибудь снайпу. Ну, увидим. Да, уже мы видим прострелы на длине, прошив центрального кафе. Ну, а Джекс подловил Реалити. Снова индонезийский снайпер. Сегодня просто великолепен на Миттауне. Да, уж действительно, новый день, новая игра. Вчера Реалити вообще никого не ощущал, но вот уже оппонент из того же региона заставляет его понервничать. Да, у Джекса, опять же, я же говорил, не всегда получалось. Там, по-моему, 5 фрагов в одном матче он всего настрелял на Миттауне. Тут попроще. Попытка вскрыть Винку, но, по-моему, это похороны. Да, Фаер, Моцарелла, минус 3, минус 4. Остается последний игрок. Но тут мега-клач должен быть. А вот и Видел, третий фраг для него в этой встрече. Очень жестко заряжает свою команду капитан. Джекс практически уже после каждого раунда там кричит. Ну, понимают ребята, что абсолютно реально сейчас взять у оппонента их пик. Да, первую карту. Это просто великолепный настрой перед следующей. А следующий у нас будет метро. Метро. Выбор команды НДВАВР. И Джекс там тоже может просто невероятно перестреливать по длине реалити. Ну, либо произойдет обратная ситуация. Джекс, да ладно! Даблкил на длине. Атака вновь захлебывается. Подвинку не пустили. На длину не пустили, Джекс! Это казнь просто какая-то от этого парня. Капитан уничтожает своих оппонентов. Доминирует просто и морально уничтожает ребят из Таиланда. Да, уж Сигнатшер вообще обескураженный. Три раунда у них по-прежнему. Всего лишь три. 2-0 в второй половине. Два раунда до победы команды из Индонезии. Всего два раунда остается. В обороне. При таком-то снайпере. Ну, просто сказка какая-то сегодня, а не Джекс. Смогут ли собраться тайцы? Вот это самый главный вопрос. Будет ли у нас хотя бы попытка камбэка? О, прокидочки полетели. Наверное, хочет Джексу взорвать. Посмотрим. Пока что ждут каких-то поджимов тайцы. Конечно же, нашивают центр. Вот они, две гранатки, но никакого дэмэджа нет. Так, ну и выход на винку. Какой-то небольшой фейк. Показали, что прокид длины и выход туда. В это время пошли в совершенно другом направлении. Фаер принимает первого, принимает второго. Третьего мог цепнуть, но здесь спадра. Спадра разменялся, но очень мало хп на самом деле у него остается. Попытка сделать хэдшот, но не так быстро. Нацарелла ставит минус. Два в три. Ну что, два фрага и практически начинается серия маппоинтов. Посмотрим, что же придумают тайцы. Реалити пытается до конца бороться под винкой. Его просто аркадят и убивают. На виспал он отправляется реалити. Ну что, последний игрок Сигнейчер попытается продемонстрировать нам мега-клатч. Но вы понимаете, ситуация очень сложная. Один в три. Выход и это очередной триумф команды Энде Вауэр. Ну что, маппоинты начинаются. Один раунд и один ноль в этом полуфинале. Как-то даже подрастерялись тайцы. Они оставались два в три, но действовали абсолютно индивидуально. То есть один под винкой, второй на длине. Не помогали друг другу почему-то. Ну, возможно, там кто-то от скилла хотели сыграть, но не получилось ни одному, ни второму сделать фраги. Но в принципе все очень быстро закончилось. Так, затымили центр. Вообще решили остановиться Сигнейчер. Возможно, какое-то обсуждение идет прямо сейчас. Да, конечно, паузы нет. По ходу матча все приходится делать. Но, опять же, три минуты раунд-тайм, можно и поговорить. Моцарелла первый минус, причем забирает капитана Реалити, у которого сегодня ничего не получается. Практически Спадро отвечает. Вот он идет, пуш на точку. Нужно вывить отпорника базы Б. Спадро еще один минус, но тиммейт наступил на гранату. Три в три. Увидел, увидел за плентом. Ну, увидели также двоих соперников. Вышел еще на точку. Моцарелла виду делают фраги. И все, там красный игрок остался. Мхп, это все Джекс. Победа Индонезии в первом раунде. В первой карте 1-0. Миттаун, выбор своего оппонента. Все-таки вытаскивает Индонезийская пятерка. Супер неожиданная, супер сенсация второго полуфинала. И теперь уже непонятно, чего ждать дальше. Дальше.